Привет, друзья мои! Не удивляйтесь, что я так тепло одета. Просто немножко холодно, и приходится утепляться. Сегодня я хочу вам рассказать, вот как-то вспомнилось, то время, когда моя мама приехала в Тбилиси. Если кому будет интересно. Ну, дочь вышла замуж. Естественно, родители это все представляли совсем по-другому, не так, как у меня это все было. Они думали, что я выйду замуж где-то поближе к дому, что будет, как у всех, свадьба. И что я не так далеко заберусь, куда я забралась. Но, что произошло, то произошло. Уже находясь в Тбилиси, я, естественно, писала им письма. Мы созванивались. Тогда как было? Надо было заказать переговоры, вы все это знаете. Потом и ждать. И потом только можно было разговаривать, да? Ну, где-то раз в неделю я заказывала переговоры, ли они, и мы узнавали новости, я их, не они мои. Ну, разговоры это разговоры, письма это письма. А уже когда сам видишь все своими глазами, это, конечно, совсем другое. Прошло время, я говорю, мама, чтобы вы успокоились, чтобы вы не нервничали. Переговорничали, приезжайте и посмотрите, как я живу, как я устроилась. Они, естественно, сами это собирались, но все никак не получалось. Потом отец остался дома, потому что у нас хозяйство было, не на кого было это все оставить. И мама решила приехать одна. Тогда как можно было добраться с Киева до Тбилиси на самолете или на поезде? Но так как она самолет боялась, она, конечно, даже не думала лететь. На поезде не получалось, потому что там проблема была с билетами. И она решила приехать через Москву. В Москве у нас живут знакомые, близкие. И вот она позвонила им. Они купили заранее ей билет, потому что тогда это была огромная проблема с билетами. Невозможно было достать. И вот они купили ей билет. Она приехала, еще у них погостила. Они посадили ее на поезд. И таким вот путем она должна была добраться до Тбилиси. Она ехала через Абхазию, через Сухуми. Где-то дороги была, наверное, если я не ошибаюсь, уже не помню. Двое с половиной суток, кажется. Тогда так было. Я даже потом уже ей говорила, что тебе повезло, ты хоть побывала в Сухуми. А я, поскольку я здесь живу, и не удалось мне, короче, побывать. Ну, она, когда уже приехала, я ее спрашиваю. Ну, как ты довольная? Как ты добралась? Как у тебя? Первое впечатление, она говорит, в поезде очень хорошо было. Им повезло, потому что купе было, были три женщины и мужчина, который грузин, естественно. Который их веселил, развлекал, можно сказать. Угощал по-всякому, чай приносил и еду покупал. Так что, она говорит, добрались мы хорошо. Я ей сказала, что, ну вот, теперь ты видишь, какие люди, куда я попала, в какое место. Так что, ты уже не будешь за меня нервничать, переживать на ушах. Здесь все такие люди. Добродушные, гостеприимные. Она говорит, ну, люди же не все одинаковые. Ну, сейчас пообщаемся, посмотрим, познакомимся с твоими родственниками, новыми. Как это, какие они, что, я уже типа того увижу сама. Ну, естественно, мы это все шутили, но в каждой шутке есть доля правды. Конечно, она переживала, конечно, она нервничала. Но моя мама была такая, что она все скрывала. Вот я тоже на нее похожа. Вот этим. Даже если ей, когда мы уже пришли на квартиру, даже ей, если даже ей не понравилось там что-то, она говорила, да, все нормально, доча, все хорошо, главное, что тебе нравится, главное, что это твой выбор. И так как отец, отец у меня был очень строгий на этот счет. Он говорил, вот, она вышла замуж, она нас не спрашивала, она нам ничего не говорила. И теперь, если что, пусть не жалуется. Ну, с годами, конечно, я уже тоже понимаю, что это правильно, потому что мы сами выбираем свой путь. И кто уже потом, которые проблемы у нас, если появляются, то в этих проблемах никто не виноват, только мы сами, да? Да, я это перескочила. Теперь хочу еще рассказать, когда, значит, поезд уже должен был приехать. Мы, конечно, знали уже, какой вагон. Я тогда была в таком интересном положении. Я говорю, мужу, ты давай побыстрее иди, чтобы, когда остановится поезд, чтобы мама не потерялась. Ну, конечно, понимали, что куда она может потеряться. Вышла бы свагонная, да, стояла, ждала бы нас, потому что она знала, что мы их должны встречать. Но все равно, я переживала все-таки первый раз. Но вы меня понимаете, друзья. И вот я иду, смотрю, уже мой муж под ручку с мамой идет. Ну, конечно, эти чувства мы давно не виделись. Конечно, мы сразу расплакались. Муж отошел. Мы немножко посплетничали. Поговорили о том о сем. О том, что не всем надо было знать, да? Приехали на квартиру. Она, конечно, знала, что мы живем на квартире, потому что я это и говорила, писала. Не могла я скрывать, как я могла это скрывать. Ну, уже я сказала до этого, что она сказала, да, ну, хорошо, ничего, но то, что это не ваш дом, это со временем все будет нормально, со временем и у вас будет квартира, так что не переживай. Все будет хорошо впереди. Мы ходили к родственникам, познакомилась она, естественно, с родственниками, осталась довольная, приняли прекрасно ее, хорошо. Так что уехала она, как говорится, с спокойной душой. Вот это было первый раз, друзья, когда она приехала в Тбилиси. А второй раз уже, когда мы получили квартиру, мы на квартире жили 4 года, и через 4 года мы получили квартиру. И уже когда новая квартира, я, конечно, это была большая радость. Я, естественно, им написала, позвонила, сказала, родители тоже были рады. И я говорю, мама, приезжайте. И еще кто знает, как, что произойдет, да, как время, что нам принесет. И хорошо, что она приехала, потому что с тех пор уже больше она не приезжала. Потом все это, развал пошел, распад и все. То уже дорога была, можно сказать, закрыта. И вот приезжает она второй раз уже на нашу собственную квартиру, естественно. Тогда у нас в доме тоже ничего не было. Мебели не было. Вещей тоже мало было. Но зато свой дом был, друзья. Мы были молоды. Конечно, мы с такими рвением все стремились, чтобы все купить, все приобрести, чтобы все было хорошо. Но не это самое главное, конечно. Самое главное, чтобы в семье был мир. Именно в семье, да. Погода в доме, как говорят. Вот она приехала, мебели нету. Мы расстелили два матраса на пол, помню. Тогда тепло было. И вот мы с ней спали. Она на одном матрасе, я на другом. Короче, сплетничали, разговаривали. Уже второй раз она, конечно, уже была, естественно, совсем в другом настроении. Со спокойной душой уехала домой, друзья. Вот так. Такие у меня сегодня воспоминания нахлынули, друзья. Не судите, может кто-то скажет, что вот это все личное, разве можно это выносить, для чего это выносить. Но никто не знает, что и когда будет. А вдруг через годы кому-то будет интересно послушать, посмотреть, особенно родственникам, близким. Я надеюсь, что YouTube до тех пор будет существовать, и эти все записи у всех у нас будут сохранены, да? И мы сами уже в старости будем слушать и смотреть. Все, друзья. Спасибо всем, кто меня выслушал. Кому было интересно, и до новых моих рассказов о себе. Еще раз большое спасибо. Да, и как всегда я говорю большое вам огромное-огромное спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Смотрите мое видео, ставите мне лайки, пальчики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok